Попытаюсь пересечь все отрезки, смогу или нет. Ну вот давайте, например, начинаю здесь. Смотрите, мне довольно много удалось уже пересечь. Какие отрезки остались не пересечены? Один нижний. Вот этот? Да. Еще один из нижних. И вот этот. Так вот, ребята, сейчас я вам рисую заново ту же самую картинку. Можете ли вы пересечь одной такого типа линии все эти отрезки? Прошу вас. Он не подает задачу. Требуется, чтобы каждый отрезок был пересечен по одному ни разу. Потому что понятно, что если оно решено пересекать по одному разу, то задача совершенно неинтересная. Смотрите, вот этот отрезок пересечен по одному разу. И вот этот тоже пересечен по одному разу. Согласны? Да. Еще один отрезок пересечен по одному разу. Еще один отрезок. А не вагоня. Нет, секунду, если найдена ошибка, то уже дальше не смысл надо. Не бывает решения верное на 5%. Понимаете? Либо задача решена, либо не решена. Вот здесь задача не решена. А почему у нас можно? Здесь 3, 10, 30. Не понял. Здесь это где? В этом отрезке. Что такое в этом отрезке? Ребята, сегодня обратите, пожалуйста, внимание, то, что вам сейчас говорят, это правда. Потому что никто не просит нарисовать эту картину одним ростчиком. То, что нам сейчас говорят, что степень вот этой вершины равна 3, и это, и это. И так далее, не относятся к делу. Потому что я не требую, чтобы вы одним ростчиком нарисовали исходную картинку. Требуется, не отрывая руку, нарисовать вот эту линию. Это совсем другое. Хорошо. Вы не достаете, но тогда командуйте, куда рисовать. Что-что? Ровно. Дальше куда идти? Сюда. Сюда? Сюда. Хорошо. И у вас ощущение, что он чуть-чуть там не получился. Там чуть-чуть. Замечательно. Это надо в цитраде сделать полностью. Надо в цитраде нарисовать полностью линию, и после этого, когда вы выходите по доске, просто взять ее и показать. Что у вас? Что у вас? Линия. Линия. Нарисуйте аккуратно в цитраде. Понял? Я сейчас в этих картинках нарисую, если у меня есть одну штуку, маленькую, но я думаю, что их вам все равно хватит. И те, кто считают, что у них есть решение, спокойно выходят, каждый себе берет одну картинку, только, пожалуйста, не несколько, а именно одну, и работает. Конечно, для всех нарисую. Можно не торопиться. Не надо здесь толпиться. Я сейчас здесь еще нарисую. Всем хватит. Доска огромная, доска замечательная. Всем, всем, опа. Не надо. Тут, что это какой дефицит. Прямоугольник хватит на всех. Один человек уже состоит из суда. Что мне еще надо? Вот из чего лежал, чтобы стоить прямоугольник. Они-то вовсе не такой, что стоят. Еще надо столько. Такая линия идет. Пока все замечательно. Идет, 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 идет. Все чудесно. Прекрасно, замечательно. Маленькая проблема. Вот этот вот отрезок не пройдет. Чем? Он не пересечен? Он не пересечен. Что у вас? Вот. Хорошо. Прежде прочим, на этой картинке то же самое. Вот этот отрезок не пройдет. Так. На этой картинке вот этот сосед не пройдет. Что-то не везет к этому отрезку. Так. На этой картинке не пересечен вот этот отрезок. Так. С этой стороны все неправы. Опять забыли про вот этот отрезок. Вот этот отрезок забыли. Забыли вот этот отрезок. Садитесь. Уже все. Так. Забыли вот этот отрезок. Смотрите. Смотрите. Вы прошли на. Это конечно пуля пролетела близко. Но. Но вот эти два отрезка на совершенно не пора. Согласитесь. Здесь есть неправы на этой отрезке. Здесь применена хитрость. Смотрите. Нарисовано, что пересек на одной линии три отрезки сразу. Разумеется, это нельзя. Надо было или здесь провести, тогда бы это оказалось. Нужно посчитать все грани. А. А вы все-таки линию хотите нарисовать, да? Сделано не получилось. Уже видно, что не получится. Поэтому все, кто сейчас хочет нарисовать, должны успокоиться. Задуматься, почему не получается. Найти причину для этого. Если каждую линию, которую мы должны пересечь, обозначить точкой, то в нее входят две линии. Везде будет две линии. Тут, тут, тут. Ой. Я не понимаю, что такую линию обозначить точкой. Тут место, где в нее мы должны пересечь, обозначить точкой. То из нее будет выходить две линии. Тогда везде идут блоки. И мы должны с одной точки пересечать и той же самой точкой кончить. Но тогда мы пересечем эту точку два раза. Ну и чем плохо-то? Нет, секунду. Вы хотите сказать, что вы на каждом из наших отрезков поставите такую точку, вы рисуете, что вы должны там через нее пройти, да? Замечательно. Вы получите столько точек, сколько у нас отрезков. Каждую надо пройти. Чем это плохо? Почему? Нет, нет, смотри, непонятная идея. То есть, как раз у нас есть несколько точек. Каждую надо войти, выйти. Казалось бы, ничего не противоречит. Такая информация, которая вам была рассказана, достаточно для решения цели. Достаточно. Надо просто предыдущие задачи перечитать. Не по принципу, какой я был молодец, как быстро я все нарисовал. А по принципу, понять, о чем была эта задача. Оказывается, нет такой линии, невозможно ее нарисовать. Но надо понять, почему. И как это связано с предыдущими задачами. У нас сегодня были задачи об обходе графа. У нас сегодня была задача Эйлера о мостах Тёнигсберга. Надо просто еще раз все это внимательно, внимательно, внимательно посмотреть. Надо понять первопричину того, почему же нельзя нарисовать эти графики. Лучше всего, если вы вспомните мосты Тёнигсберга. Правда, здесь никаких мостов нет? Пересечь линию по одному разу, это значит, что линия должна войти и выйти из точки пересечения. Да. Нужно число вот этих отрезков поделить на 2. То есть, вошел и выйти. 15 на 2 без остатка не делится. 15? А что такое 15? 15 это число белых отрезков. То есть, вы думаете, что вся проблема это черное количество отрезков, да? А представьте, если эти отрезки располагались в доле этой прямой. Неужели я тогда не смог бы их все пересечь? Смог. Да. Так что отрезков можно, но ничего. Все это число. Возможно. А что возможно? 15 отрезков до прямой, то же возможно. Потому что идешь в волнистой линии, пересекаешь. Нет, нет. Проблема не в количестве отрезков. Проблема не в количестве отрезков. Проблема не в количестве отрезков. Ты дважды пересек горизонтальный левый отрезок. Между прочим, ребята, это совершенно не случайно, что некоторые из вас так и не могут остановиться. В третьих, есть забавное, любое обстоятельство в науке. Большинство действительно любых научных законов, это вовсе не законы о том, что что-то можно сделать. А это, наоборот, запрет. Например, в начале 20 века ученые, Кунгловские, Эйнштейн и другие, было сделано следующее физическое, очень важное предназначение. Никакое тело не может двигаться быстрее, чем скорость света. Это привело к замечательной, огромной физической науке. Называется теория относительности. Это привело к огромному количеству разных физических теорий, естественно. До этого физики изобрели, вернее, не изобрели, здесь открыли. Открыли закон сохранения энергии. Никакая энергия не может возникнуть из ничего. Количество энергии все время одно и то же. Замечательным образом все эти законы имеют, казалось бы, запретительные законы. Имеют огромное количество следствий. При помощи этих законов создано огромное количество всевозможных технических устройств. Да в конце концов, это та же самая атомная губа. Создана вам богом благодаря работе Мэйнштейна и этого нефизика, да? Именно открывших связь между массой и энергией. Но заметьте, это все запрет. И человеку с, что называется, ненаучным мышлением довольно трудно привыкнуть к тому, что какой-то запрет является, что называется, абсолютным. То есть и по сей день есть изобретатель вечного зрителя. То есть они придумывают какое-нибудь такое физическое устройство, которое должно дать энергию совершенно на пустом месте, да? И по сей день, хотя в математике давным-давно доказано, что задача тресекции угла невозрешима, но в редакции РАДОР математических журналов приходят письма. Здравствуйте, я решил проблему тресекции угла. Привыкнуть к запретам и понять, что они являются не тем, что начальник сказал, а что они являются действительно объективно существующими, и что если при помощи какого-то научного рассуждения вы сумели доказать какую-то истину, то это не дурь. Понимаете, вот когда в жизни вам говорят, там, туда-то нельзя ходить, то с этим можно спорить, да? А может быть это зря поставить запретный знак, да? Вот, хотя и в жизни, кстати, часто бывает так, что стоит запретный знак, вы туда пошли, вас машина сбила, вот, так что не стоит этим штатом совсем шутить, вот, но в науке, уж если вам сказали нельзя, значит нельзя, понимаете? В науке просто так нельзя не говорят. Сейчас я вас прошу понять причину. Для этого нужно сделать очень простую вещь. прочитать заново задачу о мостах Тёнигсберга и понять, как она связана с этой, да? Это не нужно рисовать эту картинку, войни же. Вот эту картинку тебе уже нарисовали. Ты рисуешь линию. Садись, я не понял условия. Белую картинку не надо рисовать. Требуется рисовать то, что здесь краска мелом нарисована. Только её. Поэтому говорить, что нельзя нарисовать, не открывая руку, а то белую, ну да, нельзя, но это к делу не относится. Я считаю невозможность пройти во всем, по изделению, при измельчиках все отметки, потому что это похоже, как байдачник, поплывает под мостом, а вокруг моря. Да. И выходов в море всего 9. Каких выходов в море? Что такое выход в море? Я просто так не понимаю. Байда... Нет, 9 чего? 9 мостов. Покажи, раз, два, три, девять. Два, два, три, четыре, пять, 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 семь, восемь, девять. Да, 9. И что? Если мы... И что, если мы выполним, то нам будет нужно на глазах запутать. Это означает, что, например, мы можем начать движение вне прямого угольника, а закончим самым, где-то внутри. Привет. Потому что почему он делал, сказать, он посчитал количество... Спасибо, что я здесь... Он посчитал количество внешних отрезков. Давайте я еще раз скажу. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Действительно. Денять число нечетное. Каждый раз мы либо заходим, либо выходим, да? Действительно, поскольку действие нечетное, наш маршрут начнется и закончится, ну, скажем, начнется вне прямого угольника, а закончится внутри. Или наоборот, закончится вне прямого угольника, а начнется внутри. Да, замечательно. Ну и что? И чего это противоречит? Да, просто может быть начало и конец маршрута в разных отластях по отношению к прямому угольникам. Надо, может, вашу мысль чуть-чуть еще додумать. Потому что если мы начнем в одной области, а закончимся в другой области, то у нас будет некий сексуал одновременно. Почему? Не понимаю. Потому что... Садитесь, понятно. Так, как число 9 нечетное, то будет либо один отрезок не пересечен, либо пересечен два раза. Почему? Маршрут может, еще раз, начаться вне прямого угольника, а закончится в другом угольника. Да. Да. Тогда все 9 отрезков будут пересечены. Прошу вас. В любом угольникам не пересечен один любой обрет. Но не любой раз. Почему? Потому что, например, мы начнем в точку. Мы пройдем за этот путь, а этот путь пересечен. Не-не-не-не, перебор несполезен. Вариантов слишком много. Компьютер, конечно, справился бы нарисовать все пути, все варианты. Но в любом случае, нет, садитесь. Я против переборного решения в этой задаче. Потому что, да, конечно, можно его притворить, переборное решение, но это явно не то, что надо. Да? Да, на бочек здоровья. Мы не сможем попасть внутрь в этой семье. В этой семье остальные семь отрезки. Почему? Не понимаю. Ладно, ребята, придется дать подсказку. Придется дать вам подсказку. Так, вот вам другая картина. Вот так вот, немножко странно нарисован кубик. Задача та же самая. Пересечь каждый из отрезков, только на этот раз ее довольно легко решить. Здесь просто надо взять и пересечь. А тут возможно? Да, пожалуйста. В тетради рисуйте. Не просто смотрите, а просто рисуйте. Быстро и картинку. Получаю это на очень просто. Рисуете квадрат, потом все его вершины на одно и то же расстояние вниз спускаете, рисуете второй квадрат и соединяете. Вот, вот и задача. Нарисовать линию, которая каждый из белых отрезков этой картинки пересечет по одному разу. Нажимайте посильнее. Не видно же ничего. А вы в тетраде точно сделаете? А почему не получается на спинке? Сядьте, пожалуйста. Сначала решите задачу. Ребята, честность важнее всего остального. Это точек математики, это один из школьных методов, который учит честность. На большинстве двух тысяч школьных методов вас учат наоборот как-то выкручиваться, подлаживаться под господствующее мнение и так далее, и так далее. В математике учат наоборот честность. То есть, если у вас не решена задача, то обычно это никак не скроешь. Все, у вас будет отрезок пересечен дважды. Вы это не заметили. Ребята, после того, как мы нарисовали в тетраде, надо просто посмотреть на каждый из отрезков и увидеть, сколько раз он пересечен. Все отрезки должны быть пересечены, причем все по одному разу. А линия может пересекать сама себя? Может, но это, в общем, можно и без этого быть. Но это разрешено, пожалуйста. Линия может пересекать сама себя. Я могу вам помочь, это значит, это не проблема. А боитесь дальше вниз, пересекать и пересекать. Пересекать. Пересекать, хорошо, Сарай. Еще не приехал. Да, замечательно. У вас остались, у них пройдено два отрезка. Три. Двух достаточно. Может, и три есть, но двух точно не просто. Три. У тебя? Видно, что вы ничего из рассказа пока еще не поднимите. То есть, вы, к сожалению, относитесь к этому, как попытка вам просто так нарисовать, и не видите связь вот этой всей деятельности с тем, что у нас сегодня было в начале занятия. Прошу вас. Абсолютно взгляд с ней есть. Рост – это не думать, что она всю жизнь будет такая, да? И вы тоже не всю жизнь были такие длинные. Это намного интереснее. Спасибо. Молодец. Задача решена. Задача решена, между прочим. Да? Так что я решила совершенно не обязательно. Давайте я все-таки объясню вам, какое отношение имеют вот эта вот задача к задаче о мостах Тёнинг-Сберга. Рисую заново картинку. Вот один квадрат. Ну, может быть, я его удивливо рисую, но дело в том, что здесь от точных размеров очень зависит от точных видов. Важно, как, что с... Это так называемая типология. Важно, что с чем соединено. Вот. А теперь вопрос. Где взять мосты? Ответ. Вот это вот один мост. Это второй. Третий. Четвертый. Поняли, о чем я говорю? Да. Это все мосты. Господа, это точность задача о мостах Тёнинг-Сберга. Просто система мостов другая. Давайте я объясню, как её точно так же, как мы уже сделали сегодня для мостов Тёнинг-Сберга, можно было свести к задаче об оборудовании. Смотрите. Ставим сюда А, сюда В, С, Д, сюда Е, Ф, Ж, и во всю внешнюю область ставим точку А. Значит, смотрите. В каждой области ставим такую жирную точку. Да? И дальше у нас получается следующая картина. Давайте я её даже прямо здесь нарисую, а потом отдельно. Вот смотрите. Вдоль моста каждого из этих я нарисую соединение. Понятно, о чем я говорю? Прямо так вот, идёшь вдоль моста. Так, что же я сейчас реально рисую? А вот этот граф. Понятно? Так, всё, да? Всё. Ну, я боюсь, что он действительно слишком понятен, поэтому, наверное, имеет смысл рядышком нарисовать его вот таким вот образом, да? Д, В, С, А, здесь вот точка Ж, здесь у нас точка Ф, здесь вот точка Е, и где-то над всем этим точка А. То есть, смотрите. В и С соединены один раз, В и Д соединены, С и Д, А и В, А и точка Ж соединены, Д и точка Ж соединены. Вот это называется граф двойственным к тому, который вот здесь на картинке нарисован белым. Е соединено с С, теперь ещё что с чем? В, С, Д, А, Ж, Ф. Так осталось всё это соединить с точка А, правильно? Да. Аж соединена со всеми, кроме точки Д. Отлично. Вот у этого графа очень легко найти степень вершин. Значит, смотрите. Здесь степень 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, и здесь 6. Я тут подумал, что слишком много чётных чисел. Тогда оба мне тут хорошо. Именно из-за того, что на этой картинке всего лишь два чётных числа, а именно здесь вот три, здесь вот три, именно из-за этого и возможен обход во всей этой картинке. Так, давайте я сейчас без всяких графов, давайте я сейчас просто заново, заново нарисую картинку и пытаюсь, конечно, вам ещё раз объяснить, в чём есть идея, уже без всяких, вот, без всяких двойственных графов, а что называется непосредственно картинка. Смотрите, давайте мы посмотрим на наши, на области, те, которые развиты в области. Что происходит, когда идёшь по линии? В какой-то момент заходишь в область и уходишь из неё. Вот это понятно. Вот у этой области 4 отрезка. Да, 4. То есть мы зашли, вышли, так как, гулять, 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 зашли, вышли, гулять, 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 зашли, вышли. Это нормально. Это значит, что наш маршрут, что он нормально может пройти 2 раза через эту область. А вот эта область, не уходя, она обладает следующим важным способом. Маршрут должен начинаться или заканчиваться в этой области. Потому что, смотрите, если мы пойдём вы, и после этого пройдём, то уже всё. То есть мы не можем через этот треугольник пройти 2 раза. И недостаточно пройти только 1 раз. Поэтому, вот когда вы рисуете линию, то обязательно в одной из этих двух точек она начнётся, а в другой из этих двух точек она закончится. Понятно? Так, зная это, дальше уже очень легко всё рисовать. Вот смотрите, я даже сейчас не буду сюда подглядывать, а просто, ну, просто, просто, выхожу. Я один отрезок уже прошёл, да? Пересёк, два отрезок, и эта область уже навсегда закрыта. Дальше, смотрите, я вот эту область вошёл-вышёл, теперь навсегда закрыта. Дальше, эта область тоже навсегда закрыта. Согласны? У вас были два раза. Где? Ой, ой, ой. Чуть я сделал такое два раза, непонятно зачем. Потому что надо было пересечь этот отрезок, спасибо. Так, треугольник ещё не до конца прошёл. Треугольник ещё прошёл не до конца. Иду сюда. Дело в том, что нельзя забыть правильную область, согласны? Иду сюда. Сюда уже нельзя идти, поэтому пересекаю вот здесь. Так, пересекаю. Между прочим, с первого раза получилось. Ну, с маленькой ошибкой, которую вы поправили, и прирубили от этого. Согласны? Да. Вот, получилось. Всё, возвращаемся к этой задаче. Возвращаемся к этой задаче. Прошу. Что, у вас линия есть? Нет, сядьтесь. Нет, это же надоело. Нет, это же надоело. Вы просто, почему вы понимаете? Я просто не следите за ходу. Внести вот эту вот задачу в задаче от эйлеровых мостов. Где речка? Где острова? Где мосты? Хорошо. Нет, это линия должна идти к мостам. А где мосты? Сами-то себе. Где их надо построить? И где речка? Первое. Где речка? Речка – это белый пол. Правильно. Надо представить себе, что у нас имеется вот это вот белое. Белое, белое. Это всё важно, да? Отлично. Где мосты? Мосты. Нет, нет, нельзя. Потому что я сейчас для вас нарисую новую картинку. И тут уже вы... Хорошо? Так. Вот я вам нарисую на чистом и хорошем. Вот это всё вода. То, что белое, вода. Договорились. Так, теперь, пожалуйста, возьмите красный мел. Вот он, красный мел. И нарисуйте мосты. Наконец-то. Наконец-то. Вот всё было. Пожалуйста, то же самое перерисуйте. Серьезно. Ну, в смысле, что каждый стат один мост. Да? Ну, вот такая бы... Ты каждая такая штука, это один мост. Да, отлично. По уши, и сухи, иначе в народ возникает ощущение, что вам... Нормально, напоминаешься. Последний. Последний мост ещё. Спасибо. Спасибо. А теперь решение. Можно или нельзя пройти? Нельзя. Почему? Потому что мостов нечётное количество. Мостов нечётное количество. А этой задачи не имеют никакого отношения. Дело в том, что если бы мосты были расположены подряд, то даже если бы не было нечётное количество, мы бы легко прошли. Из трёх слов выходит по пять мостов. А опять нечётное количество. Ну, давайте, давайте сделаем так. Покажите мне область, в которой пять мостов. Одну область. Отлично. Я туда напишу сейчас букву А. Ставлю эту точку, напишу букву А. Ещё. Отлично. П. Ещё. Ещё. Покажите, что здесь тоже пять мостов. Молодец. Спасибо. Господа, не может маршрут иметь больше одного начала или больше одного конца. Вот смотрите, действительно, область А замечает на тем, что из неё выходит пять мостов. Это означает, что через неё надо пройти, так сказать, два с половиной раза. То есть это и начало маршруты, и конец маршруты. Давайте я всё-таки проставлю другие точки тоже. Здесь D, здесь E. И ещё над всем этим я поставлю точку. Господа, опять можно нарисовать то, что называется двойственный граф. Поскольку мне очень важно, чтобы вы поняли эту идею, то я не пленюсь, нарисую его ещё раз. C, B, D, A, E. Значит, сейчас смотрим, что с чем у нас соединено, и рисуем. С и B соединены. С соединено с точками А и Д. Видите, да? С соединено с точками А и Д. И, внимание, точка С дважды соединена с точкой F. Потому что есть вот этот мост, или, отлично. Всё, все пять нарисованы. Теперь точка B соединена с точкой С, соединена с точкой А, вот этим мостом, соединена с точкой B, дважды соединена с точкой F. Всё, точка B нарисована. Теперь точка D. Она соединена с точками А и С, и, как ни странно, дважды соединена с точкой F. Хорошо. E соединена с точкой B, с точкой А, и опять дважды с точкой F. Значит, дважды с точкой F. Так, что-нибудь ещё надо писать? Правильно. Точку А надо ещё не забыть и соединить с точкой F. Теперь давайте посчитаем степени всех решений вот этого графа. Пять, пять, четыре. Почему? Точки D4 у вас так? Пять, четыре. Здесь сколько? Девять. Мы, между прочим, вы говорили, что есть три проблемные области. На самом деле, их четыре есть. Вообще, у любого графа вершины нечётной степени всегда чётное количество. То есть, у вершины нечётной степени оказалось четыре штуки. Поскольку четыре больше, чем два, то слишком много у этого графа вершиного, что называется, точек, с которых надо начинать маршрут.